Добрый день, коллеги, те, кто находятся в зале, и те, кто по другую сторону экранов. Мы рады приветствовать наших гостей здесь. Я действительно возглавляю одно из отделений химиотерапии в нашем центре. Я хочу сказать, что место химиотерапии или химиолучевой терапии, это по нашим представлениям, это при рецидивах, при местно распространенном процессе, либо при метастатическом процессе. И все эти пациенты, практически 99,9% проходят либо химиотерапевтической, либо химиолучевой терапии, лечения на так называемом хирургическом отделении опухолей головы и шеи. Потому что ни мы химиотерапевты, ни наши радиологи, у нас химиотерапевтических отделений три, большое отделение радиотерапии, мы не рискуем их класть к себе на отделение, потому что это пациенты, требующие более тщательного наблюдения. Это более тяжелые, считаю, пациенты, чем все остальные пациенты с солидными опухолями. И вечно у них какие-то проблемы, когда хирург нужен прямо вот в сию минуту и сейчас. Поэтому здесь зашел разговор о неодеванте, об одеванте. Естественно, мы проводим при определенных локализациях, при определенных ситуациях. Итак, мы проводим при местно распространенных опухолевых процессах, мы проводим так называемую, мы ее называем индукционную либо, извините, индукционную либо неодевантную химиотерапию, как перед лучевой терапией, так и перед химиотерапией, одновременную либо сочетанную химиолучевую терапию и последовательную химиолучевую терапию, тогда, когда мы начинаем с химиотерапии и затем проводим так называемую химиолучевую терапию. Чего мы добиваемся при сочетанной химиолучевой терапии? Это уменьшение объема опухоли, повышение выживаемости и увеличение процента сохранения органа. Онкология не очень старая наука. Лечить наших пациентов начали достаточно агрессивно в самом начале. А сейчас уже мы все больше и больше стремимся к тому, чтобы сохранить пациенту не только жизнь, не только избавить его от опухоли, но и сохранить качество жизни. Поэтому сохранение органа, либо как можно меньший объем операции выполнить, это тоже одна из целей онкологов, я считаю. Несколько слайдов по поводу раздельного, я так сделала, лечения различных видов опухолей. То есть при раке гортани роль химиотерапевта, естественно, это третья-четвертая стадия, тогда, когда мы проводим химиолучевую терапию, либо индукционную химиотерапию с последующей лучевой терапией, либо химиолучевую терапию с последующей операцией. При раке гортана глотки, опять же, третья-четвертая стадия, и вновь индукционная и лучевая терапия. Радикальная операция, если индукционная химиотерапия оказалась неэффективной, то есть мы не смогли помочь пациенту, не смогли сохранить им орган. При полном и частичном регрессе проводим затем одновременную химиолучевую терапию, и при Н2-3 выполнении, либо при полном регрессе первичной опухоли, выполнение шейной лимфодисекции. При раке ротоглотки третья-четвертая стадия химиолучевая терапия, Н2-3 индукционная химиотерапия, затем химиолучевая терапия. При раке носоглотки, мы уже говорили здесь об этих опухолях, также начинаем с индукционной химиотерапии, что позволяет значительно уменьшить опухоль. Действительно, там страдающий пациент, это отдельный вид опухоли, достаточно тяжелый тоже, но очень часто дает очень хорошие эффекты на химиотерапию, и затем мы уже можем проводить химиолучевую терапию. То есть с помощью химиотерапии, ведь нужно понимать, что химиотерапия и химиолучевая терапия – это разные объемы химиотерапии. Это другая схема, это другие дозы. То есть с помощью химиотерапии мы действительно можем значительно уменьшить опухолевую массу, чтобы потом передать радиологам и совместно с ними провести химиолучевую терапию. При раке полости рта, при операбельных опухолях второй-четвертой стадии, мы проводим одновременную химиолучевую терапию, если выявили после патоморфологического исследования какие-то отягчающие факторы, а при неоперабельных опухолях проводим химиолучевую терапию по радикальным программе. При этом возможно опять же проведение индукционной химиотерапии с последующей химиолучевой терапией. Основные режимы у нас считаются золотым стандартом в России DCF-схема, но мы, честно говоря, чаще проводим, но, видимо, в силу особенностей нашего финансирования, в том числе в качестве индукционной химиотерапии схему ПИФ, то есть фторурацил с цесплатином чаще всего. Во время лучевой терапии мы также, как и вы, проводим циклы химиотерапии с карбоплотином, с цесплатином, с цитуксимабом, но излюбленная наша схема – это опять же так называемый ПИФ, когда мы вводим фторурацил с цесплатином, и если мы понимаем, что нашему пациенту не выдержать такую схему, то фторурацил с карбоплотином чуть полегче переносится. Достаточно агрессивная схема, но мы в течение пяти лет уже работаем, поэтому режим это не является стандартом для нашей страны. Естественно, получаем свои осложнения, достаточно серьезные, с которыми, если нужно, мы помогаем нашим хирургам доблестным справляться, но вообще они за эти годы и сами хорошо научились справляться. То есть если мы справляемся с этими осложнениями, то и эффекты получаем хорошие. Не была задача показать наши результаты, у меня есть таблица, но я не вставила ее в эту презентацию, поэтому мы при химио-лучевой терапии стараемся проводить во время сеанса лучевой терапии. У нас получается два цикла фторурацил с цесплатином, четырехдневные. Ну и при рецидивах, естественно, если этот рецидив возможно удалить, то мы проводим хирургическое лечение. Если невозможно облучить, прооперировать, и ранее пациент не получал лучевую терапию, то проводим химио-лучевую терапию. Ну и те рецидивы, которые невозможно ни прооперировать, ни прооблучать, проводим, естественно, системную химиотерапию. Режимы, которые используются в нашей стране, на данном сайте показаны, это всем известно. Кстати, в 2018 году в нашей рекомендации расширились показания, у нас такого не было. Было гораздо меньше схем для проведения химиотерапии при химио-лучевой, либо безлучевой терапии для опухолей головы и шеи. И что еще более интересно, хочу обратить внимание на коллег наших, нашей страны. До 2018 года не было указано, сколько циклов химиотерапии проводить. Сейчас есть рекомендации по проведению и количеству химиотерапии. Внимание на опухоли головы и шеи стало больше за последние годы. Я смею надеяться, что с нашей помощью тоже. То есть спектр химиотерапевтических схем расширился, и появились более конкретные рекомендации. В последнее время в нашей стране, ну вот те предыдущие схемы и эти схемы, они все стандартные достаточно. Ну и в последние годы точно так же в нашей стране появились рекомендации по применению неволомаба, пембролизумаба при лечении данных опухолей, что является в том числе иммунотерапией. Но мы пока не очень широко этим пользуемся, но на самом деле в этом году, по крайней мере, произошли какие-то изменения по нашим финансированиям. Плюс эти препараты появились, зарегистрированы в нашей стране. Я надеюсь, что мы расширим показания для этих пациентов и более часто и широко их будем применять. При железистом раке, опухоли головы и шеи, любимый препарат, естественно, доксорубицин добавляется ко всему, что у нас было, платине и токсанам. Ну и во время химиолучевой терапии, опять же, без доксорубицина, платина, аденокарцинома, это платина, доксорубицин не входит в химиолучевую терапию. Назофарингеальный рак, все те же схемы, токсаны, вторпиримидины, платина. На этом у меня все. Еще раз, мы работаем все вместе, втроем, тремя отделениями. И мы достаточно агрессивно лечим наших пациентов. И за последние пять лет Замира Ахметовна сконцентрировала фактически всех пациентов с опухолями головы и шеи нашей необъятной родины у себя на отделении. То есть мы имеем действительно огромный опыт лечения этих пациентов. Спасибо.